Всем салам алейкум! Всем привет, друзья! Вот вы на рыбалку собрались. Я, Ако Ивейк, Паша, как всегда, втроём, да? Нашли одно секретное озеро, вот едем туда, надеемся на тропе. А что будем ловить сегодня? Всем салам алейкум! Сегодня я из Мурат организовал рыбалку. На секретное озеро едем, ребят. Сейчас я окошко закрою, а то ветер надо. Едем на секретное озеро, посмотрим, порыбачим, что клюет, какая рыба есть. В результате, конечно, всё покажем. Говорят, там дикий сазан есть. Дикий сазаны, саны, амурдики. На Амура, да, походимся сегодня? Попробуем на Амура, на Камыш. Да, есть, по-моему. Мне, если повезёт, конечно, будет шипом. Будем на связи, давайте, пока-пока. Паша, привет, передайте уже. Где ты там? Привет, привет. Паша, как всегда, сзади спрятался. Привет, у нас ещё гости с России. Илья, супруга с Дашей. Нам компанию составили, вместе хотят тоже порыбачить, осмотреть водоёмы Узбекистана по поры. Так что мы выехали не одни с гостями. Я думаю, что будет интересная рыбалка там, да? Да, да, да. Смотримся. Да, здесь уже бездорожье. Илья, вот здесь... Илья, да? Правильно? Илья. Илья, посмотри, вот здесь тоже вода какая. О, смотрите, смотрите. Рыбы здесь сколько, смотри. Здесь, да? Вон, 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 вон. Видишь? Ой, ничего себе, какая прозрачная. Смотри. А где рыба? Вон, 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 внизу. А, вон, да. Вон они, видишь? А это что за рыба? Да их тут, знаешь что, под камышами или нет? Я бы здесь нырнул, конечно. Вот здесь... На обратном можете здесь нырнуть. Часик-два мы можем подождать, и здесь можешь нырнуть. Посидим пока здесь. На обратном. Да, мы сейчас там посмотрим. По крайней мере здесь вот спокойно можно туда зайти. Не обстреляться, а насладиться. Ну, вообще, да. Ну, такое мелковато, конечно. Ну, наоборот, хорошо. Да, да. Дальше за трубой хорошие места. Все, вообще, смотри. Короче, места здесь вообще шикарные. Дальше еще, да. А это канал получается, да? Да, это, по-моему, если не ошибаюсь, Студакуля выходит, где мы вот на рыбалке были. Короче, здесь есть сон, сазан, усач, амур, вся рыба есть. Прикольно. Если мы там ничего не найдем, значит, вернее всего здесь найдем. Там тоже озеро хорошее. Ну, шикарное место, естественно. Да, да, да. Красивая фауна, да. Водоросли. И, скорее всего, рыбы много под кустами вот здесь. Вся рыба есть. Если даже будете стрелять, имейте в виду, они в красной книге. А, да? Усач, да. Остальное все... Тогда выкладывать нельзя. Да. Усач... Мы ее стрелять не будем, я заявляю на камеру. Усач, в красной книге, все остальное можно сделать. Но она очень вкусная. А как его... Как это определить, что это усачка? Усач. Усач. Как сон, да? Я же вытащил, сейчас ролик показал. Ага. Вот это усачка. А, ну все. Она далеко еще, да? Да, да. Да, да. Вот такое бездорожье, ребят. Вот. Кустарники вот такие вот. Идем на озеро. Машина проезжает по другой дороге. По песку. А мы вот песочком по тропинке идем. Здесь ночью говорят кабанов много. Ища кабов. Посмотрим. Надеюсь, нам не придется оружие применять. А? Иду, иду. А ты где? Что-то направление другое взял, что ли? Да, да, иду. Мы чуть бы не потерялись тут. С Пашей друг друга потеряли. Вон Паша по той дороге идет. Илью и Дарью мы оставили в другом водоеме. Там есть тоже закрепили одного, можно сказать, гида. Человека, который знает это место. В принципе они недалеко от нас. Сейчас Илья попробует там нырнуть, поохотиться. А пусть на другой водоем еще. А потом уже присоединиться к нам. Так что мы в принципе недалеко от друг друга. Будем ждать их результата Ильи. Если ему удаст, если ему удаст застрелить какую-нибудь рыбу, я думаю он покажет нам это, похвастается. Вот и наш водоем, ребят. Мы приехали. Одно частей еще. Сейчас, наверное, будем раскладываться. И начнем рыбалочку нашу. Ребят, мы забросили все снасти. Не все. Я только забросил. Вот. Все у нас три штуки. Насадил червя и малька. Два крючка на каждом удилище. На один малек, на другом червей. Мурат пока занимается лодкой. Если сейчас лодкой получится, мы доплывем. И хотим поставить поставушки на Сама. И попробовать на Амура тоже. За одну. Если найдем камыш молодой, то поставим на Амура. Ну попробуем, ребят. Чего получится. Днем здесь, в принципе, поклевок нет. В основном вечером. Я думаю, у нас будет нашна рыбалка. Мурат правильно? Нашна будет у нас. Мурат чаще бывает здесь, поэтому лучше меня знают. Ну, такие дела, ребят. Это вот такие непроходимые камышовые заросли. Смотрите, ребят. Места, конечно, очень интересная и классная. Камыш около шести метров, наверное, высоты. Или пяти, или шести. Отсюда берегу не подойдешь. Или какое-то животное растоптало это все, или люди, я не знаю. Но фактически к берегу подойти тяжело. Вот такие вот заросли камышати. Где-то живой вода под ножами. Где-то еще как-то нужно. Вот зимой. Я бы не советовал. Даже в болотниках. Потому что замерзнешь конкретно. За спиной вот такие туговые, видите? Замерзнешь конкретно. Чтобы был снег. Туговые, видите? Так. В губах. Вenzиг. Вжublade. Так. Ужблая. Взх. 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 Клубик рассказывает, чем вы здесь занимаетесь. Драконьер ничего не мешает Что у вас тут? Так, короче, ставим сейчас красавушки на самар Думаю, что у нас получится с негодом уже 5 штук на это вот поставили 5 штук на муров Сейчас вот глубина позволяет мы хотим начать ставить Ничего страшного Да? Ничего страшного И мы начнем сейчас ставить на самар У нас все готово для этого Показывайте, что у вас У нас сверху сжимается сверху Кручу дна натравили если ты плетел если ты плетел И завязать, да? Провязать вот так это холодно Дальше будем так и есть Ребят, мы вот почти закинули все Наши рюшки Наши рюшки Наши рюшки Сама вон там Один там Четыре штуки В той стороне Сейчас будем еще, по-моему, штук четыре осталось На другой залив перейдем Да? И там забросим На другой берег На другой берег Или Амур На Амура тоже забросили Наши с береговушки Мы здесь в Валанте, да? В Валанте Утром я сам берегов Шимайка На тройнике Сейчас будем забрасывать вот здесь А вот эти камни чтобы его тормознули Здесь где он? Тянется он Тянется Ух Ух Здесь Ух Вы Сколько килограмм Настоя С усами, да? Да Все. Мы, ребят, забросились Мы рядом все Наши Постовушки Будем ждать Наших поклевок Уже Закат Вот Солнце Сейчас будем подготавливать наше верхнее делище на нашу рыбалку, будет результат, конечно же покажут. Вот друзья, готовимся к ужину или что у нас объется? Жарим курицу маринованную. Дома замариновали, чтобы здесь побольше времени было рыбачить. А картошку мы делали? Да, картошку на костре еще, фольгой замотали. Я потом покажу сейчас, не знаю, видно, не видно. Вот эта картошка. А где у нас картошка? Вот картошечка мы делим. Шикарная она, смотрите. Кстати, самое вкуснятие, они также будут картошки. За картошку будем драться? Да. В следующий раз, перегружаем. Сразу картошку начали есть. Мясо потом костре. Пока поклевок нет, тишина. Решили быстренько перекусить. И будем готовиться уже к нашим поклевкам. Кошной рыбалке, да? Да. У нас ночная рыбалка началась. Вот. Мурод начал уже забрасывать. Ну а что у нас с насадкой там? Здесь малек. Малек, да? Да. А на второй? На втором червь и креветка. Червь и креветка, да? Ну, в принципе, у меня тоже, ребята, вот. Вот все удилища. Тоже на червя, на креветку. В принципе, все одинаково. Ну, пока ни одной поклевки нет. Будем ждать. Нет, была поклевка. Была поклевка? У вас тоже была. Сейчас по одному тогда надо будет вытащить, да? Да. Обновить все. Ребята, сажаем вот так малек. Салта одеваем. Раньше мы тут ловили на нарезку. Хорошо шел сезон. Не знаю, потому что и плату мы пока еще не поймали. Хотя бы одну плату бы поймать. Вот нарезка вот такая. То есть малек вот такой. Насадили. Забросим, посмотрим, что получится. Ну, что-то не крупно, ребят. Похоже, что ничего не крупно. В любом случае, первая поклевка начну. Это приятно, да? Сазанчик, кажется. Это приятно, да? Сазанчик, кажется. А тебе что? А, да. Сейчас освободи. Ну, покажи нашим зрителям, какой сазанчик нам попался. Вот, ребят, первый сазанчик у меня маленький. Дикарь. Дикарь. Чтоб я теперь знал. Сейчас посмотрим. Так, что это у нас тут? На червя. Ребят, на червя. Маленький сазанчик. Я думаю, сейчас его мы забросим на сама. Посмотрим, какая поклевка будет. Дикий сазан, ребят. Вон, смотрите какой он. Это не Тудакольский сазан. Это дикий. Ребята, поклевочка. Хорошо удернулось. Посмотрим. Если еще раз дервить, то потом возьмем надо весь. Что это? Что это? Ну, нету, кажется. Потропился, что ли. А, есть? Есть что-то же, да? Малыш какой-то. Смотри, что это такое, да? Это на червя. Это чисто наживка, блин. Сазанчик? Сазанчик. Вот был бы плотва, было бы шикарно. Ну, смотри. Это чисто наживка, знаешь, шикарная. Ну, смотри. Не, нету рамы сзади. Хорошая поклевка. Хорошая была поклевка. Смогли реализовать, ничего страшного. Будем обратно перезабрасывать. Так, у Мурада поклевочка, посмотрим. Кто же у него? Он уже давно клюет у него. Водит, смотри. Водит? Да, он, видишь? Водит. Эх, расслабил. Есть, есть, есть. Ходит плотвичка, а? Нет? Сазана, сазана. Как вам? Да, да. Чуть-чуть больше. А ну, покажи нам. Сейчас. Дикого сазана. Дикарь. Дикарь. Он красивый. Я все-таки ее, за что Ходит, что люблю, знаете? Вся рыба. За то, что, смотрите, красивая эта рыба. Вот эта рыба. Это совсем другое. Смотри. Красота. На морду, посмотри. Смотрите, какой рыбок. Классный. Отпустим его, да? Да, отпустим. Сейчас, хорошо. Поклевочка у нас. Вот, 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 вот. Есть. Ну, ладно, поклевочка. Видишь, что ему чувствуешь? Ну, с этого начинается. Не переживай. Что это? Это не сазан? Или сазан? Нет. Нет. Это усач. Усач. Можете его на рыбку пустим? А вообще, на платформе, считай, бывает. Ребята, у нас первый усач. Сейчас я постараюсь вот крупным планом показать. Небольшой, конечно, но... Это не аральский, да? Нет, это не аральский усач. Тут другое. Это не в Красной книге. Не знаю, в Ташкенте маринка называют вот этих. Нет, это не маринка. Маринка другая. Это не славич. Два вида сача у нас есть. Умрада поклёвочка. Ночная. Это это. Как? Только что поклёвка была. Должно быть, ну да? Нету? Не чувствуешь? Слою или варшую. Мой, мой, мой. Слою или варшую. А, ничего страшного. Сейчас я его потяну. Подожди, ты... А это чей? Поплок. Нижний. Нижний плевал. У нас поклёвочка. Один раздёрнула и отпустила. Сейчас посмотрим, если ещё раздёрнет. Буду подсекать. Вот это удилище. Ну, мне кажется, они что-то не крупные, наверное. Ребят, время... Из двадцати час. Поклёвки очень редкие. Погода холодная. Ужас. Холодно. Аж пар идёт. Поклёвок мало. Сейчас вот дёрнуло один раз. Ну, видимо, мелочь, но что-то серьёзное нет. Будем ждать, пока поклёвок. Серьёзных поклёвок пока нет. Ещё я рассчитываю до утра посидеть, не знаю. Чё будет. Мрод уже уснул, храпает. Как полчаса он зашёл, замёрз. Павлик на том берегу. Лодку сел, поплыл туда. И он решил там порыбачить подальше от нас. Так что мы с Мродом вдвоём пока. Вот. Будем ждать поклёвок. Если будут, постараюсь снять всё это показать. У нас опять поклёвочка. Нежная такая. Видимо, опять мелочь. Вот это. Вот первое удилище. А, теперь тот. Теперь вроде третий делал. Поклёвочка, ребят. Вот эта вторая. Посредине которой. Смотрите, как расслабился. Сейчас вытащим, посмотрим. второй картинка. Он уже давно уклюёт. Да, кто-то есть. И небольшой. Вот. Роды не чистые уже. вообще малыш так хочу взял вот ребят такой хорош а сазан вот так малыш спасибо ребят всем доброе утро время 9 часов все проснулись что могу сказать как прошла ночь ночь была интересна поклевки были были все такие мелкие поклевки рыбы не было некоторые поклевки и честно говоря даже не стал выходить с палатки и реализовать его так как ясно было что это мелкая рыба вот крупные рыбы вообще не смогли не удалось там поймать поклевок нет крупных сейчас ребята проснутся они спят еще и пойдем пассовушки проверять которую мы бросили на сама и береговушки тоже посмотрим результат какой там мне кажется ничего не будет потому что во первых ночью очень сильно холодно очень сильно замерзли честно колотила конкретно даже комбинезон кутку одел зашли уже спальные мешки там сидели ждали поклевок палатку закрыли вот все равно было холодно ребят может поэтому как наши рыбы тоже привыкли как и мы любят жару ну не знаю не знаю ребят а рыб в принципе много видно что они и днем играют и ночью видно прямо на воде прыгают сазаны но крупного мы не заметили вот попался усач сазанчики вот так мелкие сейчас я покажу вам садки те которые мы еще бросили в садок многих отпустили мы еще поймали и моментально отпускали а вот ночью несколько поклевок было реализовал в садок бросил думал утром вам показать уже а потом уже бросить их некоторые поклевки я даже не успел снять на камеру вот вот такие дела насчет Дарьи и Ильи я вчера с ними связался они уже были в отеле вот сейчас наверное в город приеду с ними свяжусь и узнаю какой какой результат у них удалось ли им что-нибудь застрелить поохотиться хорошо и узнаю результат если фотографии есть или какие-то видео сняли я обязательно добавлю в контент это все ну такие дела ребят от нуля хоть ушли но есть поклевки сазанчики да очень часто подается ну мы не за этим сюда пришли хотелось бы что-нибудь покрупнее хотя бы больше килограмма хотя бы там кило двести полтора хотя бы так поинтереснее было бы потому что сами знаете дикий сазан он все равно килограмм он дает жару хорошо что это не то что созданные туда гули или где-то 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 разница большая поэтому такая такая рыбалка у нас скажу что густо но и не густо все равно мы получили массу удовольствие от самого процесса с ребятами посмотрели чуть поснимали подводный мир и два ребят сейчас я вам покажу садки и пашка да кстати он утром тоже сюда приплыл по-моему две штуки у него мелкие сейчас я покажу как еще не поднимал их высоту сейчас посмотрим все ну там три штуки сазанчика это там вот там вот там вот там мы отпустили четыре по-моему отпустили вот две штуки здесь у него тут мелкие вот пашкин садок мелкая вся рыба видите но она есть конечно но не влияет вот вот кстати пашки тоже удалось окрас я сейчас вытащил я думаю это сазан а это усач видите но это не туркистанский усач который мы ловили на амабухарском видите он окрас желтый там усы были четыре штуки а здесь две вот такая рыбка золотисто золотисто а та вообще как серебро была смотрите карасик какой что еще хотел ребят сказать чего разговаривал с экологией с экологией с ташкентом есть хорошие новости насчет некоторых водоемов скорее всего будут давать мораторий на три года на полность вот еще раз уточню все конкретненько сейчас не хочу заранее что-то говорить вот и насчет подводной охоты еще есть новости вот я тоже уточню а потом вам напишу наверное в группу или Зафаракян напишет посмотрим мы уже вчера с Экозафаром разговаривали на счет этого но пока пока еще эта тема не сто процентов посмотрим сейчас если это получится я вон сразу же сообщу или напишу вот так что скоро будет можно а наша подводная охота уже можно это сто процентов это сто процентов а на счет моратории на днях это сто процентов известно будет а потом еще раз вам дам знать это конечно будет отлично если это будет конечно работать это будет супер вот такие новости ребят ну что наверное сейчас ребята проснуться и будем собираться не скажу что рыбалка была неудачной я имею ввиду все равно в любом случае мы получили массу удалось вот от таких писькариков можно сказать которые не давали нам спать да мелочь вы знаете ребята вот сазанчики на там 200-300-400 грамм они клюют удочка колбасится короче по полной программе потому что дикий сазан вы многие хорошие рыбаки вы сами понимаете как он клюет это не то что туда кулить сазан 10-килограммовый сазан даст такого жара что туда кулить 15-килограммовый не будет такую не даст такую жара ребят ну такие дела давайте с вами попрощаюсь до новых встреч всем удачи на водоемах берегите себя пока-пока до новых встреч